Наш выпуск начнем с печальных известий. Стало известно о смерти двух пострадавших в аварии, которая произошла 24 ноября на целлюлозно-бумажном комбинате группы «Элим». Напомним, ЧП произошло при проведении испытаний трубопровода. После ремонтных работ случилась утечка кислорода с локальным возгоранием. Пятеро рабочих получили ожоги во время разгерметизации кислородной магистрали. Сегодня предприятие работает в штатном режиме, угрозы окружающей среде нет. Сформирована специальная комиссия для установления причин инцидента. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ. Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Нынешняя зима очень щедра на осадке. Впрочем, это скорее правило, чем исключение. О том, как дорожные службы справляются с чисткой усть-илимских дорог, на прошедшей планерке в мэрии доложил Антон Байбородин, начальник департамента жилищной политики и городского хозяйства. Мы работаем с подрядчиком по тому, как он исполняет условия муниципального контракта по очистке дорог от снега. Но все вы прекрасно видите, что у нас погода на сегодняшний день ниже 5 градусов не опускается. Обильно выпадают осадки в виде снега. То есть снежная масса сегодня на дорогах, объемы просто бешеные, можно так сказать. Подрядчик в ежедневном режиме производит очистку, вылазку. То есть специалисты департамента жилищной политики контролируют этот процесс. Если есть какие-то претензии или есть некачественная уборка, то мы выставляем претензионную работу, ведем с подрядной организацией и побуждаем, чтобы устраняли те или иные нарушения. Также Антон Олегович взял на особый контроль некачественную посыпку улиц. Еще один вопрос, который больше всего волнует горожан – отлов безнадзорных животных. Есть определенные места с самым многочисленным скоплением агрессивных собак. Их отлов поручен ветеринарным службам. С 10 микрорайона в ноябре месяце было выловлено 16 собак. А в районе автостанции, в близ расположенных домах магазина Санта-Барбара, было выловлено 17 собак. То есть это только в ноябре месяце. Слово 9 всего? И 49 всего, да, по городу. Отчет предоставлен областным государственным бюджетным учреждением «Устилинская станция по борьбе с болезнями животными». То есть он у нас идет вот в таком виде. Каждая собака фиксируется, пишется ее окрас, рост. Ну тут вес, конечно, не указывается. Технические характеристики. То есть получается, вот смотрите, получается прям конкретно паспорт собаки. То есть каждая собака отлавливается, фиксируется, в каком месте она была выловлена. То есть ее всех... И все отлавливанные собаки должны быть с бирками? С бирками, естественно. Конечно, когда они их ловят, если они не стерилизованы или не кастрированы, они проводят эти все процедуры. И также чипируют собак после того, чтобы ее выпустить уже обратно в то место, где была выловлена. За последние сутки в Иркутской области коронавирусом заразилось 598 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 142 933 случая заболевания, сообщает Оперштаб 6 декабря. Несмотря на число выздоровевших, количество пациентов, находящихся в тяжелом состоянии в Уст-Илимском госпитале, незначительно сокращается. Делится главный врач Центральной городской больницы Владимир Рыбицкий. У нас в стационаре 33 пациента, 6 детей из них, привитых 12 пациентов всего. Амбулаторно 956, 124 ребенка. Для детей вирусная инфекция опасна не меньше, чем для взрослых. В городе на карантин из-за COVID-19 закрыто достаточно много классов, еще часть по причине вспышки ОРВИ. 8 групп в детских садах, из 8 садов, 8 групп закрыто. И из 10 школ 29 классов. Это ситуация по COVID-19. Что касается ситуации с ОРВИ, то 5 школ и закрыто 5 классов. Специалисты продолжают настаивать на вакцинации и считают, что это единственный и самый действенный способ избежать тяжелых последствий течения болезни. В Уст-Илимске в суд направлено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, пытавшегося сжечь в квартире своих близких. Он обвиняется в покушении на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, а также умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Следственным отделом по городу Уст-Илимску установлено, что в феврале текущего года мужчина приехал из Братска в гости, к матери и сестре. В какой-то момент между ними произошел конфликт, и он ушел. Позже, вернувшись в квартиру, мужчина облил бензином стены коридора и вещи, находящиеся там, а также плеснул горючее на мать и сестру. Затем совершил поджог и скрылся. Пострадавшему удалось спастись, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам, а в дальнейшем арестован судом. О событиях спорта. 4 декабря в Братске проходило открытое первенство спортивной школы «Спартак» под дзюдо среди мальчиков и девочек 2010-2011 годов рождения. В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов области. Уст-Илимские ребята, воспитанники спортивной школы «Лесохимик», завоевали медали разного достоинства. Золотым призером стал Павел Москвин. В весовой категории 46 килограммов. Среди девочек наша воспитанница Юлия Декина из Лата Моисеева весит 28 килограммов, взяла серебро турнира. 4 декабря прошел третий городской танцевальный фестиваль-конкурс «Большие лимские танцы». В прошлом году он не состоялся из-за пандемии. В этом, несмотря на напряженную обстановку с соблюдением всех противоэпидемиологических мер, его все-таки реализовали. Организатором масштабного проекта выступает Дворец культуры «Дружба». При поддержке Координационного совета организации профсоюзов. За звание лучших боролись более 100 человек. Это 10 команд от группы «Лим города и района», Мастелимская ТЭЦ, Центральная больница поликлиники номер 2, школа номер 5, сборная детских садов и команда охранного предприятия «Ангара». Конкурсанты представили по два номера на темы «Мое любимое советское кино» и «Танец шоу». Выступающие полностью погрузили присутствующих в советскую эпоху. Все номера яркие и самобытные. В первой части конкурсной программы зрители увидели танцевальные композиции, поставленные по фильмам «Карнавал», «Любовь и голуби», «Девчата», «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», «Белое солнце пустыни», «Служебный роман». Во второй номинации «Танец шоу» были продемонстрированы захватывающие сюжеты с эффектным финалом. Песня «Танец шоу» Разнообразие музыки, декорации, световые эффекты, артистизм, техника, исполнение костюмы – все сливалось воедино. Отметим, что участники – не профессиональные танцоры. С ними занимались хореографы, наставники дружбы. Получился настоящий танцевальный праздник. По итогу конкурсная комиссия определила единственного победителя. Ей стала команда городской поликлиники номер два «Имунитет». Приз зрительских симпатий завоевали сотрудники группы «Илим» в Усть-Илимском районе «Звезды Илима». А самой лучшей группой поддержки стали болельщики «Секьюрити» охранного предприятия «Ангарам». Хочется сказать вам всем большое-большое спасибо. Хочется верить, что проект «Большие Илимские танцы» будет еще дальше набирать обороты, будет появляться все больше и больше интересных, ярких команд. И хочется вам на этом сказать – до новых встреч, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok